Это выражение идиома, которое означает, что что-то имело гигантский потенциал и могло стать большим хитом, но вместо этого стало полным разочарованием. И именно на эту тему я хотел сегодня с вами поговорить. Служит очень экспериментально, так что я по вашей реакции пойму, стоит ли продолжать. И это пост, в котором спрашивается, что для вас стало именно этим самым брошенным мячом. Или, как говорит гугл, который это идиома не знает. Упал мяч. Вот так вот. Упал мяч. Ну да, сразу отметим, что полным разочарованием стала вся игра целиком. Ха-ха, да, ага. Серьезно. Настроились, ребят. Собрались. И автор постоянно пишет, что для него самым главным разочарованием стал мир или город из Get Famous, он же путь к славе. И это очень частая жалоба. Я соглашусь, потому что от себя я хотел сказать именно это. Именно город в Get Famous. Ведь посмотрите, Лос-Анджелес это гигантский мегаполис, центр развлечений в мире, в котором можно было устроить такое количество локаций. Посмотрите, какой разный вайб на кучу разных фотографий. У нас есть бедные районы, элитные районы, небоскребы, средний глаз, квартиры, деловые люди. Если взяться за эту тему серьезно, это мог быть лучшим миром в Sims 4 или лучшим городом. Я до сих пор не понимаю, почему разработчики амбициозно называют свои городки мирами. Не слишком ли амбициозно для тех, кто сделал вот такое всратое нечто, половина которого неиграема, другая половина состоит из общественных участков, на которых очень абсурдно смотрятся жилые дома, если ты попытаешься их там разместить. В итоге у нас три домика в бедном районе, три, понимаете? То есть район, три участка. И еще один район, на котором еще три участка. Самые богатые и элитные ребята. Ничего остального, чем набит Лос-Анджелес, здесь нет. Если вам на ум сразу не приходят всякие дроп-двол со своей стороны, то, может быть, некоторые комментарии вас на это натолкнут, потому что здесь пишут, что геймплей в Discover University действительно отстойный. И получение научной степени нужно просто для того, чтобы было. Учеба занимает слишком много времени в жизни Сима. И да, тут пишут о том, что слишком много домашней работы, недостаточно активности в кампусе, социальной жизни, это да. Но касаемо даже времени, отведенного на учебу, гораздо быстрее после школы пойти на работу и достичь успехов в карьере, чем заниматься учебой в универе и после универа с учетом отличных оценок, только если они, то можно начать, по-моему, на восьмой ступени в карьере. Но, во-первых, многим это довольно сложно, насколько я знаю. У всех разный скилл игры, так что вы, конечно, можете говорить, что универ это легкотня, не для всех. И, как мне кажется, он совершенно не стоит того. И я действительно согласен. Это самый залайканный коммент в том, что у нас универы сделаны просто ради универов. Хорошим решением, кстати, будет учиться из дома, как видите, потому что если ты учишься очно, то здесь человек провалил свои задания, классы, экзамены, потому что пройти от общаги до, собственно, учебы занималось слишком много времени. Классы, занятия заканчивались и экзамен был провален. И, знаете, я оставлю ссылку на этот пост в описании, так что с вами можете посчитать жалобы вот по этой теме, потому что здесь люди общаются именно об универах. Изогнутые стены, вот что просили очень многие люди, и сейчас их практически никто не использует, потому что большинство предметов, включая лестницы, никак их не поддерживает. О, здесь у нас целый список. Например, желания и страхи. И, о, боже, мне так хотелось, чтобы их сделали нормальными. И, честно, потенциально эта мысль прямо топ. Но то, как ее сделали, например, если вы не знаете и играете с всегда включенными страхами, то попробуйте их отключить. Я гарантирую вам, симы продолжат получать страхи. Да, они даже не работают нормально, их нельзя отключить. То есть можно потом зайти в настройки, еще раз включить страхи, потом выключить, и эти страхи исчезнут. Но так придется делать каждый раз, потому что чуть ли не через день, даже с отключенными страхами, ваш сим будет получать один за другим. Сценарии. И я не думаю, что хоть раз видел новые. Имеется в виду за последнее время. Я недавно заходил посмотреть, что у нас есть за сценарии, потому что один из видосов с сценариями хорошо зашел, и мне самому очень сильно понравилось. И опять же, я считаю себя человеком, который открыт к новым вещам. Я регулярно действительно чекаю сценарии. Там просто нет ничего интересного. На старте их очень сильно хайпили, и там были какие-то классные штуки. То есть 2-3 видоса по ним я сделал. Там потенциально было на чем разгуляться, но сейчас ничего не происходит. Функцию играть сценарии в уже существующем сохранении и ту добавили не сразу, хотя мне казалось, что очевидно, с этого чуть ли не стоило начать. Баги ресторанов. И я не совсем понимаю, о каких именно багах речь, но рестораны тоже разочаровали по большей степени тем, что тебе нужно на весь день уйти в ресторан, чтобы просто позавтракать. Потому что пока у тебя примут заказ, и пока до повара официант донесет заказ, пока повар этот заказ сделает, потом пока этот же официант донесет его тебе, потом пока Sims Плэйс, вы знаете, как работает Sims. Реально, ты придешь на рассвете и позавтракаешь на закате. Я не преувеличиваю. Хотя тематика растеранов интересна. Мне еще раз, если мы полностью открываем ум, и мне правда понравился менеджмент, мне нравится, что тебе нужно построить свой бизнес. Это классно, это интересно. Я люблю заниматься такими вещами. Вот тут видос, например. Но знаете, очень сильно подкашивает невозможность нанять хорошего профессионала, потому что ты нанимаешь, допустим, какого-нибудь человека, он умирает, а у тебя супер-классный ресторан. Допустим, у тебя в нем был лучший шеф-повар, из всех возможных, которого ты прокачивал, тысячи долларов в него вложил, вот он умер, и ты не можешь даже за дорого, за любые деньги, ты не можешь нанять хорошего шеф-повара. Ты просто смиряешься с тем, что ближайшие пару недель твой ресторан из лучшего в городе свалится в забегаловку, которая никому не нужна, потому что там будет новый повар. И хорошо, если он будет у тебя достаточно долго, и ты сможешь заново разбить ресторан, и все будет прекрасно какое-то время. Хуже то, что ты не видишь нормально возраста тех, кого ты нанимаешь. То есть тот, кого ты нанял, может постареть через три дня. Следовательно, умереть примерно еще через неделю, тебе каждый раз нужно перерождать бизнес. Но это же дико. Если ты уже профессионал в своем деле, у тебя есть репутация и деньги, почему я не могу нанять хорошего шеф-повара? Или хотя бы посмотреть, что я действительно нанимаю какого-нибудь молодого персонажа. Да, рестораны, конечно, разочарование и то еще. Но, опять же, если мы рассматриваем понятие дроп-бол, оно подразумевает, что у нас был самый большой потенциал, и это пришло к самому большому разочарованию, я все-таки стою на том, что город из Get Famous для меня самый-самый прошенный мяч. Желания и страхи могут поцеловать меня в задницу. Вот это кто-то суммировал хорошо. Общежитие отвратительное. И я не знаю, это отзыв на какой-нибудь из своих универов у человека, или он про игру. И здесь пишут, что звучит это довольно реалистично, потому что мое общежитие тоже отстой. Но слушайте, в игре это правда прямо не очень. У вас постоянно копится еда, потому что симы на участке, когда не знают, чем себя занять, они или моются, или готовят. И в итоге просто все возможные и доступные для тарелок места забиваются блюдами, а потом воняют. И как вы поняли, из списка моются и готовят. Там нет уборки. То есть, никто не убирает. И все это бесконечный цикл из того, что тебе постоянно готовят блюда, которые тебе не нужны, они портятся, и ты потом их либо убираешь, жертвуя своей домашней работой, потому что на нее уже не остается времени, так как убрать тебе нужно весь этаж. Да, ни у кого нету личных комнат, ты можешь хоть каждый день занимать новую кровать. Внезапно такая логика у этой игры. И ты либо жертвуешь своей домашкой, либо живешь в бесконечном сраче из протухшей курицы на 8 человек. Русалки были моим разочарованием. О, да. И честно скажу, тут в пример приводится, что человек вырос на третьей части Синс, где Вайланд Парадис у тебя хорошо проработанные русалки. Этого я не знаю. Честно. Но есть вот такой плодист, автоматически сгенерированная обложка к которому полностью выражает то, что там происходит. Мы смотрели всех сверхов в игре. Это доступно спонсорам и на ютюбе, и на бусте. Я оставлю ссылки на все это в описании. Там же куча других бонусов, так что я крайне советую посмотреть. И знаете, это был полный разнос. Я прям помню, что мы начали с русалок. Разочарование больше от сверхов я, по-моему, не испытывал. Разве что, может, инопланетяне хуже сделаны, чем русалки. Русалкам даже не добавили нормальную анимацию, потому что, когда человек находится в воде, он двигает ногами, чтобы оставаться на плаву. Если вы посмотрите, как ведет себя русалка, ее хвост тоже двигается, как ноги. Они натянули хвост на ныне. Русалка уникальна поведением в воде, и они не сделали ее поведение в воде уникальным. Питомцы. Мне нравились питомцы в Sims 3. Как ты мог ими управлять? Они становились членами семьи, на самом деле. Сейчас, да, всего этого у нас нет. И знаете, я доволен, что в четверке не нужно управлять питомцами. Тут меня неправильно не поймите. Мне кажется, было бы довольно странным действительно, допустим, играть за кота или собаку или хомячка. Хомячок, кстати, не является членом семьи, а кошки и собаки отображаются вот в слоте. Но серьезно, как часто вы вот действительно используете питомцев в игре? У меня вы можете увидеть кучу видосов, в которых питомцы используются примерно в ноль выпусках из всех. А у меня кот. Я люблю домашних животных, если что. И да, за что этот видос не на тёп, потому что мнения расходятся, иногда они положительные. Например, кто-то пишет, что как вы можете наслаждаться питомцами, не зная, что с ними происходит и не управляя ими. Но человек пишет, что я могу наслаждаться, я не против их, не контролировать. И как я говорил, я, например, тоже это поддерживаю. Так что в четверке есть большое количество плюсов. Все здорово, мне нравится, я играю. Если бы не хотел, не записывал бы. Просто тема такая. И я надеюсь, вы повспоминали какие-нибудь потенциальные провалы, потому что я бы очень хотел почитать ваши комментарии. И здесь про старшую школу пишут, что это недостаточно доделано как минимум и что пак мог бы быть гораздо лучше. Но тут, честно, у меня есть всего два видоса. Вот первый из них, они один за другим идут про старшую школу. Я помню, что там полный разнос. Social Bunny абсолютная дичь. Фактически новый чит, который позволяет тебе с кем угодно ссориться, сходиться, влюбляться. Короче, полный дисбаланс. Трэнди, кстати, кажется, пришло с этим же самым дополнением. Но именно в школу я так особо не нырял. Вот на Цубери, вы по ссылкам увидите, там разные сезоны есть. И сейчас будет первый сезон, когда мне доступна вот эта самая старшая школа. Так что я работаю над сезоном, не подумайте, я не забил на Цубери. Все делается. Просто я только этой ночью прилетел обратно в Москву. Сейчас записываю стопку видосов. Весь июнь меня тоже не будет. Работа над альбомом, над своей одеждой. Я не помню, оставлял я эту подсказку или нет. В общем, там можете увидеть. Немного не до На Цубери. Именно в плане времени я не хочу делать, как попал. Так вот, в этом сезоне на На Цубери это будет первый раз, когда мы действительно погружаемся в школу. Там посмотрим. Сейчас я не знаю, какое у вас мнение об этом дополнении. У меня не то, чтобы сильно сложилось. Так что я тут даже ничего не узнаю из прочитанного, потому что я просто не знаком. Ранние оккультные персонажи, растения и пришельцы. Вот насчет симов растений это вообще? Что это такое было? Какая-то вспышка, я ее толком не помню. Сейчас я ее даже не вспоминал. Попор пришельцев вам говорил, что да, у них могли быть какие-нибудь особенности. Больше или супер сил, или там целая инопланетная раса. Это же сколько можно всего впихнуть. А мы получаем синий и зеленый цвет кожи. Лучшие семейные деревья и в целом взаимодействие родственников. Да, но с этим гораздо лучше, вроде бы, как в дополнение, как называется, Growin' Up или Growin' Together. Вот, которая про семью, перед которым еще младенцев обновили, они стали теперь новыми малышами. Сколько у нас там детских стадий роста уже. Но в целом, вроде, становится лучше. Потихонечку, но вроде, уже поинтереснее. Можно отыгрывать разные отношения внутри семьи, которые закреплены на уровне профиля персонажа и персонажи им следуют. Так что, тут супер здорово. Свадьбы, о, вот это, господи, какой же разнос. Я помню, у нас было, кажется, два или три стрима, где мы пытались с ними разобраться. И когда меня спрашивают, а что не так со свадьбами? Ребят, в описании есть записи стримов, там часов шесть материала, где сплошняком видно, что не так со свадьбами. От того, что регулярно багуют задачи, до того, что сами симы не ведут себя адекватно, не следуют никаким правилам и вообще не действуют как нормальные люди. Доп со свадьбами вообще нифига не зря имеет ту репутацию, которую имеет, потому что, наверное, один из худших допов на самом деле. Про страхи и желания очень часто пишут, как поняли, это реально разнос, но рубежи, вот рубежи, наверное, могли быть лучше, но, что вот пишут, их добавили очень много для инфантов и тоддлеров, при этом, когда ты взрослеешь, на самом деле, для важных вещей у тебя иногда даже нет рубежа. И это правда. Хотя, больше я согласен за следующим пунктом. Взаимодействие кросспаковое, то есть, когда у тебя взаимодействует, допустим, пак с питомцами и со славой. Не знаю, могу ли оставлять подсказки, но вот здесь целый видос о том, как ты действительно можешь стать суперзвездой с пятью звездами, имея соцсети, но у тебя будет ноль подписчиков. При этом, в эти соцсети, из-за того, что ты звезда, ты можешь продавать рекламу за большие деньги нулю подписчиков. Хотя, сам смысл рекламы в том, что ее увидят и офигенной услугой, которую ты предложишь, воспользуются. За это платят рекламодатели, чтобы вы не пугались, когда заходите на Дифмарк, что он почему-то называется у вас Kifogamers, потому что это один и тот же сайт, просто он Kifogamers в РФ и Беларуси, а во всем мире это Дифмарк. Там одни и те же низкие цены и там и там действует мой провокод со скидкой 10%. И не то, чтобы и там и там, это и есть один сайт, на котором у вас игровая валюта, игровые ключи, геймпоинты, карты пополнения, консольные игры, софты, вообще все цифровое фактически. Что вы можете себе вообразить? Когда мне нужны игры, я просто первым делом захожу на Дифмарк, там цены ниже рыночных, со скидкой они еще ниже, чем те, которые ниже рыночных. Представляете, уровень, получаю скидку, пользуясь своим собственным промокодом. Для вас ссылка в описании на Дифмарк. Обожаю. Дифмарк и Фогеймерс. Это одно и то же. Видите, это сообщение достигло десятков тысяч человек. Я очень надеюсь, что многие из вас откроют для себя такой сервис, но в Sims этого не учитывается и ты реально получаешь деньги от рекламодателей за то, что рекламируешь нулю человек просто за то, что имеешь пять звезд. И это только одна из деталей. В целом кросс-паковая интеграция ужасна. Нет, понятно, что не у всех есть все паки. И было бы тупо, если ты купил дополнение, а оно не работает наполовину, потому что полагается на какое-то еще дополнение, которого у тебя нет. Это я прекрасно понимаю. Но когда случается вот такой разнос, ну это дичь. А еще очень часто вспоминают университет. Вот с чего мы начали это самый залайканный комментарий. Вот такие сообщения уже вообще не первый раз. И про то, что стоят недостаточные, о том, что домашняя работа делается долго. Кстати, домашнюю работу можно делать быстрее. Просто перед университетом прокачайте себе навык научных исследований. Это очень сильно вам поможет. Но в целом, конечно, да, университеты мне как бы нравится, но это прям вот очень бессмысленный доп с точки зрения каких-то преимуществ, потому что это просто наполнение. Это для себя. Думаю, они роняют шары каждый раз, когда пытаются вернуть паки из старых игр. То есть делать что-то, что они делали раньше в других частях, но делают это хуже. Вот тут мне, наверное, только вас послушать, потому что реально, я играл в тройку. Как можете увидеть спонсорки на ютюбе и на бусте, я даже стримил это все. Там с десяток стримов с полным изучением тройки и я дошел только до стадии, когда мой малыш начал ходить на столько большая и глубокая игра. Я реально хотел охватить все. Но я пришел после четверки. Я такой, да ладно, это не будет так долго. Реально. Считать 20 или 30 часов мы все еще играем вот таким вот человечком. Так что опыта тройки у меня не так много. Я правда хочу вас послушать по поводу того, какие допы были в тройке и какие все-таки пришли к нам в четверку и в чем разница. Функция селфи. О боже, я только сегодня записал Reddit, который вышел на прошлой неделе, который начинается с того, что у нас есть возможность использовать флиртующие позы, пока ты делаешь селфи с членами семьи. Ты можешь на фотографии перед всем миром флиртовать с сестрой. Не добавить тип участка кинотеатр в пак с кинотеатром. То же самое с паком про боулинг. Да, ведь можно было сделать типы участков, в которых в требованиях будет какое-то количество кресел, какое-то количество экранов или в случае с боулингом какое-то количество дорожек. Я про боулинг. С другой стороны, лично для меня это не какое-то большое разочарование, потому что, еще раз, самым большим разрывом того, что можно было сделать и что нам дали, все-таки для меня является реализация Лос-Анджелеса в виде Дель Сольвели в Сим 4. И дальше уже идут более мелкие мнения по поводу того, что археологию можно было сделать лучше и прочие-прочие мелочи. Я думаю, самое большое мы затронули в этом видосе. И если нет, напиши, что мы не затронули, потому что, ну, было бы очень интересно почитать, пообщаться с вами в комментах. А если вы устали от Симса, открытой к новым играм, то вот тут очень интересная история. Реально. Там такой же я, просто что-то новенькое еще. В том же стиле. Это я же. Так что, если твой разум открыт, то, пожалуйста, можешь посмотреть. отмечать, отмечать. Отмечать. Продолжение следует...